Вот сейчас мы с вами находимся на станции Тушино. Это довольно большая станция, здесь всегда многолюдно, потому что рядом находится метро Тушинская и автостанция, автовокзал, от которой отходят многие междугородные и международные автобусы. Ну, чем для нас примечательно Тушино, прежде всего? Ну, помимо авиапромышленности, которая здесь была развита еще в 30-х годов, когда был построен планерный завод, еще, конечно, тем, что здесь был так называемый Тушинский вор, как мы знаем из истории, это Лжедмитрий II, который выдавал себя за чудесно смавшегося царевича Дмитрия, убитого в угличе. Ну, еще известны братья Тушины, которые имели здесь деловых людей, которые занимались различными ремеслами. Ну, впоследствии Тушино было довольно-таки крупным селом в Московской области, а затем стало городом уже в 40-х годах. Ну, и в 60-60 году вошло в состав Москвы. Да, вот все, немногим более 50 лет Тушино в составе Москвы окажется уже чуть ли не целая история многовековая. Вот так все быстро меняется. Ну, 20 минут примерно ходят поезда от вокзала до станции Тушино. Останавливаются тут все поезда. Есть, конечно, турникеты, как и на всех станциях, которые связаны с метро. Останавливаются тут в том числе и грузовые поезда, много товарных составов. Дело в том, что здесь много соединительных железнодорожных веток, которые связывают станцию Тушино со многими заводами. Там вон промзона находится. Также, помимо Тушинского машиностроительного завода, здесь находится Тушинская чулочная, Носочная фабрика, Тушинский завод железобетонных изделий и многие другие. Недалеко проходит Балакаламское шоссе, которое фактически связывает в разные районы Тушино друг с другом. А также река Сходня, которая впадает в Москва-реку. Ну, вот оттуда будет поезда от вокзала до вокзала в центральной районе Москвы. Соответственно, вот в той стороне находится город Волоколамск. Дальше Шаховская и Западная Европа. Будут поезда в Ригу и далее туда, на Запад. Раньше здесь был очень пешеходный мост, но сейчас он есть, однако прохода с этой платформы на него нет. В силу того, что сделали турникеты. Приходится переходить через переход под станцией метро. Давайте посмотрим станцию. Станция эта, кстати, была открыта в 1931 году, точно так же, как и Покровская-Стрешнего. Так что вот уже более 100 лет эта станция. Она состоит из одной островной платформы, прямой, и вот этой вот изогнутой, откуда отходят поезда до Москвы. Продолжение следует... Здесь одни из турникетов. Там идет выход на улицу Странонавтов и Тушинскую улицу. Ну а там профзона, знаменитый Тушинский машиностроительный завод и другие предприятия. Здесь всегда шумно, многолюдно, довольно-таки неуютно, но для многих эта станция очень важна на многих отношениях. На этом спускаемся метро.